В детстве о своём мотоцикле мечтал каждый. Сегодня время воплощать мечты в жизнь. В наших программах мы покажем вам тест-драйвы мото-новинок, сюжеты о людях, которые выбрали жизнь на двух колёсах, и репортажи о мотосоревнованиях. Привет! С вами Анастасия Нифонова, и вы смотрите программу «Два колеса». Мы находимся в печатниках на мероприятии под названием «Мотокросс», посвящённой 70-летию Великой Победы. Уже прошли тренировочные заезды в классах квадроциклов, мотоциклов с колясками. Также сегодня будут женские заезды, заезды среди детей и самый многочисленный класс «Оупен». Сейчас мы поговорим с руководителем Московского городского автомото-клуба Анатолием Георгиевичем Твердышинским. Анатолий Георгиевич, здрасте! Расскажите, пожалуйста, немножко про это мероприятие. Это мероприятие проводится у нас в течение 10 лет уже. Регулярно в этом соревновании принимают не менее 110-120 человек, а так бывает до 150. А поподробнее про участников. Какие классы? Участники у нас, значит, начиная с 4-5 лет, это класс 50, и заканчивая ветеранами, которыми уже до 65. Это и квадроциклы, и мотоциклы с колясками, и свободные классы, и женщины, и битбайки любительский класс. То есть все классы, один из классов участвует в этом соревновании. День проходит на этой трассе порядка тысячи гонок, постоянно. Мототрасса в Курьяново достаточно известна в кругу спортсменов. Здесь регулярно проводятся различные соревнования под эгидой московского городского автомотоклуба. В свое время я и сама здесь успешно выступала в заездах по мотокроссу. Всю ночь лил дождь, трассу размыло, но это никого не пугает. Вот уже выглянуло солнце, и борьба сегодня будет очень интересной. Первыми в борьбу вступила тяжелая артиллерия в виде мотоциклов с колясками и квадроциклов. Организаторы специально пустили их первыми, чтобы они смогли максимально раскидать глиняную жижу по краям трассы. И таким образом немного облегчить жизнь всем остальным участникам. На всех соревнованиях, наряду со взрослыми, обязательно проводят заезды среди детей. Самые юные гонщики выступают на мотоциклах объемом 50 кубических сантиметров. Те, что постарше, на мотоциклах 65 кубических сантиметров. Этот спорт не только закаляет характер ребят, но даже помогает хорошо учиться в школе, что подтверждает большинство родителей. Сейчас мы поговорим с одним из двумных участников. Привет! Здравствуйте! Как тебя зовут? Ян. Ян, ты давно занимаешься мотокроссом? Ну, уже шесть лет. Шесть лет? Да. Сколько же тебе сейчас лет? Десять. Десять? То есть ты уже опытный мотогонщик? Да. Скажи, пожалуйста, за свою карьеру какие у тебя были самые знаменательные достижения? У меня третье место, в общем, за чемпионат России в классе 50. Ничего себе! То есть ты бронзовый призер чемпионата России? Да. Это серьезно. А сейчас ты на каком мотоцикле выступаешь? Класс 65. То есть ты уже перешел в более взрослый класс? Да. Ну и как твои успехи уже в этом классе? Тоже хорошо. В чемпионате России тоже будешь участвовать? Конечно. Планируешь тоже в тройке приехать? Планирую, да. Молодец. Что тебя привело на это соревнование? Это же вроде бы не такое большое статусное мероприятие. Нужно ездить на все соревнования, участвовать, побеждать. Особенно по грязи тоже интересно ездить. Порой накал борьбы у юных гонщиков ничуть не меньше, чем у взрослых. Поэтому всегда детские заезды привлекают больше всего внимания зрителей. Заключительные заезды проводились в классе ветеранов и в классе оупен, где участвовали все желающие. На мотоциклах объемом от 125 до 450 кубических сантиметров. Конечно, это были самые зрелищные заезды с большими скоростями, высокими прыжками и даже контактной борьбой на трассе. Только что закончился заезд ветеранов. Рядом со мной победитель. Как долго вы занимаетесь мотоспортом? Мотокроссом занимаюсь практически всю жизнь. Для меня это хобби, это мое продвижение по жизни. Я это люблю, всем советую. Гонка прошла практически на ура сегодня. Хотя не предвещала хорошей гонки, потому что было очень скользко, сыро. Да, утром, я видела, очень залило трассу. Да, многие гонщики сначала отказывались ехать, но потом собрались. Видно, что солнышко просушило трассу. Сейчас-то вообще трассы просто замечают. Да, хороший держак и все остальное. Ни пыльно, ни грязно. Все то, что для мотокроссмена надо. Но нет мысли, что может быть уже пора на покой, на пенсию? Я думаю, мы уже больны этим мотокроссом. Ну, во-первых, это здоровье, это позитив в семье. Своему сыну я рекомендую заниматься этим видом спорта. Это выносливость, это большой труд. Я советую всем заниматься. Мотокросс у нас не так развит, как футбол и хоккей. А как жена ко всему к этому относится? Муж, я обычно в выходные удочку, на рыбалку, с друзьями. А вы, значит, на мотоцикл. Да, жена со мной ездит постоянно каждые выходные. Когда были межсезонья между зимой и летом, подходят и говорят, ну когда же мы поедем на тренировку? То есть вот эта вся атмосфера, эта аура, которая здесь происходит, это только на позитиве. Здорово, здорово. Ну что ж, пожелаем вам успехов в сезоне. Сезон только начинается. Думаю, увидим еще раз вас на гонках. Спасибо. Закончился весенний мотокросс, посвященный 70-летию Победы. Сегодня погода порадовала участников и зрителей солнышком и теплом. Надеюсь, что последующий сезон пройдет также позитивно. Вы смотрели программу «Два колеса». С вами была Анастасия Нефонтова. Пока. Субтитры подогнали Симон.